Теперь можно днем посмотреть, как выглядит все это. Обычно, конечно, уездный городок, не уверен, что в России такие есть, хотя Ваня говорит, что у нас тоже такие встречаются. Посмотрите, все совсем по-другому, вроде типа все ожило такое, солнышко, народ, цивилизация. Наклеили наклеечку РУС, потому что без нее в Казахстане можно будет заплатить гаечникам еще денег, а мы платить им не хотим, а мы заплатили им предыдущие наши поездки в Азию, хватит. Поэтому сейчас едем по ПДД с соблюдением всех правил, ГОСТ и норм. Ладно, пойдемте картошку. Там еще сыр, давай немножко поедем. Сыр на сыр. Сыр поделить, да? Да-да, пюрешку именем немножко. Давайте лучше байную порцию картошки. Да подожди, тут все в Азии большое лучше. Попить чай с лимоном? Тут жевать. Да ладно. Ты сказал, один чай с лимоном. Ну скажи, что три чая с лимоном и один чай без лимона. И морсика можешь взять какого-нибудь. Давай по-башски, на какой стул сайм? Здесь, чай, здесь выбирай. Давай к пульту поближе. Давай к пульту, давай. Вот так, денежки. Начнем тусу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень холодно. Какой такой жидкий. Заварился? Он еще нет. Не заварился, наверное. Может, он так и должен, но... Ребята, поесть уже? Ну поесть, да. Горячая еще пока. Очень горячее масло обжигает мне рот полностью. Вест. Ничего не могу поделать. Дуть не могу, инстаграм мешает. Вот она, анонизм. Интернет. Все, погнали. Пока Wi-Fi. Часть здесь проторчали из-за этого. Музыка. 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 Подписан на Ваню, подписчик. И что вы думаете, на чем он приехал? Тойота. Главное. Понимаете? Главное. Тойота. Вот она она. Тойота, блин. Ну правда, в таком, для американского рынка. Ну что, поделать. Но Тойота. Это самое главное. Подписывайся. Смотри на меня. Вот и на мой инстаграм. Хорошо. БЛГДЕ. А я только что подходил к вам. У Вани просто фоточки природы. А у меня про тачечки. У меня там все по-взрослому. Ваня любитель созерцать, а я вот. Дать посраку такой машине. Вот, товарищи. Друзья, еще раз. Если вы еще не подписаны на мой инстаграм, то самое время это сделать прямо сейчас. Нажмите на паузу эту серию. Перейдите, подпишитесь. Сделайте приятное и мне, и себе. Мы всегда... У тебя есть инстаграм? Есть. Покажи свой инстаграм. Пусть тоже. Вот приехали, встретили чувака прикольного. Подписывайтесь тоже на его инстаграм. И если хотите узнать, что происходит в центральном Казахстане. Там KZ 16 KZ. Вот, показывай на видеокамеру. А видно будет? Да, да, да. Будет видно. Вот. KZ 16 KZ. Можно посмотреть. Тут как бы все, что интересное происходит в этом регионе. Рыбалка, охота. Вот такие дела. Ну что, погнали мы? Да, у нас времени мало. Счастливо. Спасибо большое. Давай. Хороший дорог. Как машина? Нормально бегает. Какой год? Восьмой? Восьмой год. Восьмой год. На механике заказывали. Хороший, да. Четырехлитровый. Ну, живет многовато, да? Нормально. Ну, сколько-то? Восемнадцать? Да. Восемнадцать. Это вот вам на дорогу. Сушняк. Бери, бери. Да, бери. Слушай, откуда ты знаешь? У него сушняк. Ха-ха-ха. Именно у него. Я взял Коваль. Я понял, да. Ну все, ладно, еще раз. Давай, счастливо доехать. От души. Давайте. Удачи. Как говорится, иди гвоздя. Да, да, да. Ни гвоздя, ни гаишника. Счастливой пути! Ваня, ну скажи, приятно так встречать своих подписчиков? Офигненно просто. Очень приятно. И это мотивирует. Нет, нет. А тебе еще огласись, да? Это мотивирует делать новую публикацию. Есть колбаску, приятно. Ха-ха-ха. Не то, что пару слов. Отдельную серию хочется посвятить казахским дорогам. Казахские дороги, они примерно как йети, как лохнецкие чудовища. Они вроде бы есть, но их нет. Вот поэтому ночью мы решили остановиться и не ехать. Влад сегодня сказал очень хороший вывод по этому поводу. Что поездка по ночным казахским дорогам по направлению Калмати, вот от Горного Алтая, напоминает аттракцион. Кажется, что этот ад, он никогда не кончится. Дорога зациклена по кругу. Все одно и то же. Все очень жестко. Все вот так вот. Все ботыляется. Машины, которые едут навстречу, норовят наближаться ближе к центру, потому что с краю вся дорога разбита. Не переключают на ближний свет фару. Фуры едут на дальние, но это считают норму. Пока не мигнешь им несколько раз. Поэтому в Казахстане не только гаишники, но и сами дороги тоже ищете. Так что едьте аккуратнее, соблюдайте ФДД. И рано или поздно вы доберетесь до местного значения. Как мы планировали приехать сегодня пораньше. Но приедем сегодня пополще. Субтитры сделал DimaTorzok Салам алейкум. Сколько стоит? 150 килограмм. Да. А это дынька? Дынька. Вкусная? Да. Так, можно нам тогда одну дыньку, вот вкусную как для себя, и один небольшой арбузик. Вот такой вот средний вкус, типа вот такого, только хороший. как не для себя. Субтитры сделал DimaTorzok А я не пью колу. Ваня, а твоего подписчика надо выйти. Тередай привет вам. Брат, брат, спасибо за вот это вот все. Сделай историю музыки или скажи спасибо. Спасибо, брат, за водичку, которая обязательно поможет в этом. Заметь, брат, Ваня говорит тебе спасибо на моем ютуб канале. Поэтому ты и правильно сделал, что подписался. Держи. Ой, какой запах прям. Ну что, нормальные ребята? Говорят. Знак там был. Я говорю, слушай, ну реально знака не заметил. Я его реально не заметил. Вот так, эту дыньку еле вкусную, что ни хрена не заметил. Что по итогу? По итогу, говорят, спросили, что за канал. Обещал подписаться и оставить комментарий. Я ему сказал, что в прошлый раз был здесь, в Казахстане, и из-за гаишников, из-за их отношения, ничего про Казахстан не снял. В этот раз он говорит, ну мы тебя по-братски мучить не будем, раз уж там превышение незначительное. Снями про Казахстан. Ну а раз обещал, значит с ним мог. Все, едем дальше. Ребятам из этого, я не знаю, они просили не называть ни именных, ни этот. Обязательно им этот. Привет передаю. Вот есть люди среди казахских гаишников. А говорят, мракобесы, мракобесы. Ну что, в Казахстане все как обычно. Сейчас идет уборка урожая и с дизелем небольшая проблема. Его нету. Вот такие дела, братцы, кролики. А вот оно, дизель. В общем, говорят, дизель есть. Дизель только по талонам, да? Да. Деньги не принимаете? Точно. По талонам и по карточкам. Я понял. Говорят только по талонам и по карточкам. Я показал ему свой талон. Он говорит, такие талоны не принимает. Вопрос. Что за херня? Нет, на самом деле я знаю, что за херня. Идет уборочная. Поэтому все машины используют сейчас как раз дизель, трактора. Все уборочные. Вон ребята здесь тоже. Чайханисты наши со стажем. Ну ахренеть, вообще, что тут метет по-дикому. И вообще, конечно. как будто сейчас будет песчаная буря в стакане как я уже говорил в казахстане проблема с дизелем в сезон когда идет уборка урожая вот на этой заправке есть дизель спасибо привет ну да есть недалековато у тебя нету дает улучшить но конечно он читает долго такая дорога то плохая будет 250 а потом уже этот пойдет тонко так ну что ребятам братьям казахам помогли волоник дали домкрат дали они колесо поменяли теперь можно ехать спокойно плюс одно доброе дело в копилочку забыли попросить чтобы они в следующий раз если кого-то увидели так же остановились как не останавливаться вот мы остановились и они говорят что мы всегда помогали вот нам вот все мы остановились баланс так что все равно подойдем дальше у нас до алматы 515 километров 250 из них будет вот такая убогая дорога по которой мы едем сейчас а 250 будет уже нормальная бетонная дорога как в европе автобаны поэтому я думаю что все-таки часам 10 мы приедем в алмату а там уже разместимся в гостишке а завтра все основные наши встречи и стрижки и прыжки и все что у нас там поедем дальше повторите еще пожалуйста что законодательство как должно быть оставляли о нем с этой протоколами после чего я мотива направляется в суд выезд на полустречное движение еще ко мне вопрос есть с водительским удостоверением водительское удостоверение вы у меня изымаете на основание чего согласно правил дорожного движения вы нарушили правила дорожного движения какой пункт где написано в каком пункте написано что вы обязаны у меня забрать давайте еще раз говорю я вам объяснил я не имею вам 10 раз объяснять если чем-то не согласны напишите на полустречное движение это судебный материал это грубейшее нарушение напишите о своем изложите вот сюда поставьте камеру пожалуйста вопрос нету я буду говорить на камеру где хотите буду утверждать о своем потому что я говорю от имени закона смотрите я две вещи хочу вам первое сказать первое есть у вас фото видеофиксации у нас есть вот он работает на патруле вы можете мне ее показать суде посмотрите потому что мы не имеем права снимать флешку хорошо отлично второй вопрос на основании какого закона в кодексе где прописано что вы должны у меня изъять водительское удостоверение я вам еще раз говорю стоп стоп я прошу номер статьи вы же аттестацию проходили на основании какого если нет такого основания тогда я и объясню сейчас я очень хочу чтобы все наше было в правом поле раз уж мы начали об этом году на основании какого постановления номера закона какого вы изымаете у него я вам еще раз говорю я не имею вам это знать потому что мы из моего диска стоп стоп на основании честь статья какая я забыл это у девушки фактор я забыл мы знаем много статьи моя забыл его извините но законодательный имеем полное право изъять у вас водитель я прошу вас рассказать если вы не знаете номер статьи вы не имеете права у меня его изымать это значит ваше действие сейчас я квалифицирую как следующее это ваше просто частное право у меня изъять соответственно связи с этим если вы сейчас не можете мне предоставить номер статьи вы не имеете права у меня вот так сделаем сейчас я открою административный кодекс если у вас времени есть я найду эту то конечно давайте найдем давайте у нас за такое нарушение да клянусь всем святым у нас клянется только когда правда говорить я клянусь всем святым выезд на полустречное движение я стопроцентно уверен в этом что права изымается потому что я не разум тут смотри какой вопрос я же ты почему не говорил самое главное вот на будущее вот мы сейчас не делали сейчас было такое вот смотрите я даю сейчас я тебе этому прям свете самый самый главный чё я же тебе почему сказал покажи какой если бы ты мне сейчас сказал номер 85 статья такая ни слова бы не было а ты знаешь как ты сейчас не сказал статью давай так смотри я тебе даже оставлю свой номер телефона найдешь скинь мне интересно договориться вкручишь куда-то да 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 давайте номер сейчас сохранить все счастливо вот сами нарушают смотрите как а сначала переехали а потом только включили мигалку не-не-не-не сначала переехали нарушители ну ладно и уж не стал там обострять с ним но ты у меня на канал все таки попадешь видео я не удалил ты сжульничал и я сжульничал смотри закройте въезд либо как говорил мой дед в общей сложности да просто так сверху в общей сложности сотрудники дпс попросили у нас бавла я не давал но мы там фура стояла подъема она остановилась и мы ее обогнали обогнали через сплошную можно было качать но он хотел забрать права а куда мы без прав на же впереди еще столько всего красиво но какая-то была да неважно было она не была сам факт того что он хотел права забрать ты же сам понимаешь что ну если бы здесь был бы еще несколько дней знаешь тогда бы да так мы транзитом вообще не вариант поэтому вот они не могут я бы ты мне статью покажи как он год я все но заберу статью не знаю какую поэтому вот такой веселый гражданин вообще-то это казахстан короче ладно что самое главное что какой вывод из этого можно сделать соблюдайте правила дорожного движения не уверен не обгоняй основное правило так что такие дела ну вот конечно позвонил это какой другой что ли и давай удачи брат хорошей дороги здесь храни мой номер будешь у меня даже вот все-таки до денег взяли а вот восточное гостеприимство мы никуда не за это вот конечно я люблю именно людей вас точно если его погоны снять отличный мужик вот прям отлично претензий никого погонов он на работе семью кормить надо алиса видели пробили здравствуй я моргаю что сыра ну прям у нас на глазах видно здесь я ехал нормально просто спускаются дай помогу добрый день вечер нечисто есть там даже если ключи там запаски нет это сделаем сейчас я сделаю сейчас делаем этот компрессор решет накачать что они включены фонарик это они гвоздь поймали поймали гвоздь да сейчас мы его он возьмем эту штуку нашу залатку делаем им заплатку и что еще и отпустим их бога работаем плюс-то в карме с россии кто откуда магазин москва ярославль со всей россии народ короче едем фильм снимаем вы все уже часть на ютюбе будет смотрите на ютюбе что-нибудь подписывайся канал про путешествия называется по-русски про путешествия теперь там будете вообще-то про природу снимаем ну че и дальний ближний всяк сундук красавчик на парте был за давно на поле хуже все простое все что-то сейчас конпресс Су-у-у! Всё? Атуральный кумузей Что ты говоришь? Кумузей Он алкогольный? Нет Нормально? За рулём тут мышь? Всё отлично Смотри как хорошо Это домашний? Нормально Точно тебе алкогольный? Да ладно, точно Смотри что как Смотри Как тебе кумуз? Что? Ты попробовал сам? Да И чё? Я че нигде не стошнило прямо через 3 секунды А потом через 4 Ну вроде проглотилось Да? Не, нормально Я нормально к нему отношусь Я в Монголии тогда был самый любкий кумуз Такой, который я пробовал Нормально Это ж место, национальный напиток То что надо к нему относится философски Философски Как к мориквуане в Голландии Ну просто упала бутылка из багажного Короте, пока мы пробовали кумуз Убирали его Пробка отскочила Верно не пробка, а бутылка упала И то же в ногах Посмотрите Нанотехнологий Ладно, поехали, все, вырываете свет. В общем, приехали в кафе, идем кушать. Как здесь живется? Полегче. Полегче? Ну, а как нормально, то, что нет местных, с местными никаких там нормальных. Не, я тоже так думаю, но так лучше, с первых уст узнать. Но вообще попроще, да? Попроще. Я с ней, я вот езжу, сам я с Омской, в Родину езжу, в Твери у меня носу, в Браде. Все сложнее. Здесь все по-братски правильно. В общем, что касаемо порций, порции огромные, просто мы опять заказывали очень много, а вроде взяли первое и второе, а по факту еды очень много, просто мы уже съели по половине. Поэтому, чем глубже бежать в Азию, тем имейте в виду, что порции будут больше, 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 еще раз больше. И блюд без мяса меньше, меньше, меньше. Здесь так говорят, выпьем за кавказское долголетие, за сибирское здоровье, казахское гостеприимство. Гостеприимное? Да. Это ваша машина, да? Да. Откуда едете? Из России, ну, в Россию с Монголии приехали. Путешествуем по Азии, снимаем видеодневник. А по поводу чего? Ну, люди, природа. Вот на Ютубе будет, канал называется Про Путешествия. Все, давайте, удачи. Удачи вам. Счастливо. Удачи. Спасибо. А вы отсюда местные? Местные отсюда. Злые у вас гаишники? Да нет, нормально, нормально. Просто конец рабочего дня, да, это вот так. Нет, нет, так в целом нормально. Или в другую смену попали уже. Вторую. Может быть, да. Что-то такое. Все началось. Жизнь живая. Нет, а так нормально, но наши российские добрые. Да? Я понял. Ну, все, ладно. Спасибо. Спасибо. Да. В общем, сейчас перед Алма-Атой за 200 километров мы поменялись. Вот у нас Алма-Ата уже. Только сел за руль, а я пересел за пассажирской и лег поспать немножко. В общем, был стационарный пост ДПС, а в страховку вписан только я. И, соответственно, как вы думаете, что мы сделали? Я просто тупо дал права Богдану. И все. Да, так что вот такие вот дела. Ну, это, конечно, было так авантюрой, но абсолютно нормально. Ничего он не спросил, посмотрел. И все. Все нормально. Сказал, езжайте дальше. Вот. На самом деле, нужно было просто всех вписать и не парить. Это я немножко затупил. Ну, вот. Теперь мы показываем везде и будем показывать дальше везде мои права. А главное, похоже, да? Да, я думаю, интересно потом посмотреть, как Влад будет их показывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, приехали в хостел, который забронировали заранее. В этот раз воспользовались с помощью Влады. Хоть Влады и нет с нами в этом путешествии, но она на самом деле там сидит в России и делает очень многое. Вот сейчас я позвонил, сказал, Влада, бронируй нам что-нибудь. Вот она забронировала нам хостел с парковкой для машины. Ну-ка, подождите, это был обстрел. Что это такое? Это? Это желуди, что ли? В общем, приехали сюда. Сейчас размещаем. Самое главное, что? Машина на охраняемом паркинге. Wi-Fi. Четырехместный номер. И мы счастливы, что добрались в Алма-Ату. В общем, все посмотрим на апартаменты в Алма-Ате. Два километра от центра города с красной ковровой дорожкой на лестнице. Нам обошлись от 1800 на четверых. Я считаю, что это очень круто. Название Five Seasons похоже на Four Seasons. Красотень, да, ребят, на дворе. Ночь. Теплый. У нас сейчас что? Какое число сегодня? 19. Да, 19 сентября, я не побоюсь этого слова. Арбузы, дыни. Арбузики, дыньки, тепло, травочка зеленая. Вы посмотрите. Простыни белые. Все вообще по фен-шую. Давайте яичник или что-нибудь еще давайте. Нам покушать. Ладно, у нас сегодня этот самый. Спим, в общем, здесь. Во сколько? А сколько сейчас времени? Нет, завтрак пошли. Не-не, а сколько сейчас времени? Два тридцать. Два тридцать. А завтрак со скольки до скольки? Как выборы чем? А выезд со скольки? Двенадцать. Двенадцать. Двенадцать завтрак на десять утра. Давайте. На десять утра завтрак все. В общем, расположились вот так. Я сегодня лягу на полу. Все. Здесь буду? Стоп, ты что там? Нормально все-таки? Ладно, надо ложиться, ребята. Уже ночь глубокая, а нам такое ощущение какое-то вечер, да, часов в двенадцать ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok